Вчера в чате один человек вспомнил про пружину, спросил где её взять. И я вспомнил, что хотел её давным-давно сделать. И, собственно, сделал. Ну, она, конечно, такси пружина. Но выглядит, как пружина. Вот. Короче, смотрим. Ну, вполне себе болтается пружин, пружинит. И как бы... Как бы всё. Чё ещё надо-то? У неё пружинистые свойства так себе. Вот я что хотел сказать. Но вполне пружинит, смотри. Даже удивительно. Я, честно говоря, не ожидал, что такой эффект будет. Я двух цветов сделал. Вот рыжую такую. Типа... Типа... Типа рыжий. Типа медный. Ну и вот такую вот. А она скелится. То есть, можно сделать любого размера. Ой, ёбонски, похуй. Это чё такое? Нафиг. Короче, она выглядит вот так. Полупружинка. Ты берёшь так? Куда бы присомачить-то? Ну, допустим, вот сюда. Ладно, вот так мы делаем. И всё. Не так. Не так. О, и пошёл. М. Ну, всё понятно. Понятно, что я крем руки. Почему так-то? О. Вот это вот, как бы, её родной размер. А ещё можно соскелить. Ну, я в маленькую сторону не буду скелить, а в большую соскелю. Смотри, какая здоровенная. Ну, то, что вот она вот такая вот, как бы, не целиком текстура. Ну, извиняйте. Я не знаю, как сделать бесшовную. Жизнь, не говоря, знаю, но лень. Вот. Такая вот. И я что заметил? Пока вот сейчас тестил. 15 минут. Я её только сделал, собственно. Чем больше, ну, чем скейл больше, тем... Как выразиться-то? Согнуть её трудней. Ну, то есть... Я так понял, увеличивается Прочность соединения. То есть упругость соединения. Потому что вот это вот Таким вот бачком хрен согнёшь. Хрен сплющишь. Скорее всего. Ну, это, конечно, конструкция работать не будет. Ха-ха-ха. Который я сейчас сделал. Хо-хо. Хи-хо. Вот здесь, видишь, она даже не гнётся. Мау, зато вот это... Смотри, 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 смотри. Суфига. Ха-ха-ха. Ну да, вот она, видишь, вот она... Она пружинит в местах именно сборки. Вот она упала, и хоть бы хрен. Ну и хрен. Ха-ха-ха. Нормально так. У меня аж самому понравилось. Я не ожидал, что такой будет этот эффект. Радостно. Радостно. Ну и... Опа! Опять ремонтировать дорогу. Кто не знает, кстати, вот... Смотрите, если тащить деталь вот так, да, всё, она не тащится дальше. А если shift зажать, тащить, то она тащится. Я уже говорю где-то, но ещё раз скажу. Вот до сих пор её можно датащить, и она будет вот так стоять. Тут, наверное, это побольше надо сделать, да? Такую вот. Эй! Попрёт, не попрёт? Как считаешь? Повыше поднять. О, вот так. Ну, этот бачок, наверное, подкачает, да? Я его, пожалуй, сниму. А вот ещё такой момент. Смотри, если он так вот взять. Оп! Оп! Тоже shift. То можно её... выпрямить. Почти. Почти горизонтально. Хо-хо! Пошли попробуем. Вау! Да! Смотри, какая жёсткая. Офигеть! Ага, вот, видишь, уже получше стало пружинить. Ну, ясно. Да, вот так, да? Пошли проверим. Надо только проверить это без повреждений, нормально. Ну, 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 надо вот эти места сделать и всё. Камера, давайте будешь нормальной. вот такой нормально ничего сойдет третий сорт не брак сейчас я еще повыше подниму она даже вот так вот умеет делать нормально растягивается даже у классно нет это не так это не так закон про гравитацию не слышали что все должно падать одновременно нет что пел сушки по моему нормально ну не предел мечтаний но за именем другой пружины по моему зашибись даже лучше чем я думал получилось причем с первого раза удивительно теперь можно всякие штучки делать на пружины эх ладно последний раз ты забыл представить так по моему пиу 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 класс не нравится ну все пока пиу